Тарасов.ру. Упрёки руководителю. Я буду говорить о том, что руководителю советую не делать. Упрёк четвёртый. Следующий упрёк у меня простой и понятный. Это тенденция многих руководителей переходить на одностороннее «ты». Причём не с ребёнком, а со своим работником, который взрослый человек вполне. Оказалось бы, это пустяк. Но это не совсем пустяк. Часто такой руководитель легко переходит на «ты» даже не со своим работником, а с чужим, если он кажется ниже по статусу. Или моложе, или что-то ещё. В этом часто не видят ничего особенного, потому что рыба гнивёт с головы. И мы давно находимся в той культуре, когда самое высокое начальство легко переходило на «ты» по отношению к нижестоящим. Это до сих пор, так сказать, у нас есть. Счастливы те страны, где «ты» и «вы» в языке совпадают. А где не совпадает, мы это наблюдаем. И мой упрёк – не стоит этого делать. Иногда вы можете за это и сильно поплатиться, когда вы переходите не со своими работниками, а с кеми другими. Не так давно мне одна моя ученица рассказала случай такого перехода. Она поставляла некоторое оборудование в большую компанию. И были большие переговоры по цене и комплектации или чему-то ещё этого оборудования. И для того, чтобы её подвинуть, руководитель, большой мужчина, в возрасте лет 60, она в районе 35-40 где-то лет, он созвал, чтобы её подвинуть не один, а ещё человек пять других мужчин тоже. И вот одна женщина, а ну как же, что же её не подвинуть по цене там или почему-то, легко, да? И вот он стал её называть, обращаться Танечка. Ну что, Танечка, согласна вот с этим? Она ему ответила, нет, Вовочка, не согласна. Его бы там Владимир какой-то Васильевич был. Нет, Вовочка, не согласна. Она ответила, она ему при его подчидённых тоже мужиках. Они, конечно, обалдели, а он переменил тональность, и в результате переговоры закончились нормально. Если бы она так не осадила, а как бы вот постеснялась бы, то плохо. А что он почувствовал? Конечно, он почувствовал большой дискомфорт. Всегда могут осадить с этим ТЫ. Но дело не в том, что могут осадить, а просто надо встать на сторону человека зависимого или менее статусного и подумать, что он ощущает, взрослый человек, когда к нему обращается на ТЫ. Что он ощущает? Он ощущает, что вы себя считаете большим и важным, и либо он вам прощает, ну да, ну вот ладно, у вас есть достоинство, вот такой недостаток, и как бы так прощать. Либо не прощает и будет рад любой неприятности, которая с вами случится. Но в принципе это говорит о низком воспитании. О низком воспитании. Благородный человек, он на ВЫ или на ТЫ равный, симметричный, либо на ВЫ. Это признак благородства. Признак неблагородства. Переход односторонний на ТЫ – это признак, что ты простолюдин, который попал во дворянство. Благодаря там деньгам, чему-то еще, хамству, прораборству, чего-то еще. Поэтому я призываю, будьте более благородными. Ничего вам это не дает, оттого люди к вам лучше не будут относиться, чтобы на ТЫ не переходят. Кажется, проще решать проблему. Взял, задавил этим ты человека. Но никогда не знаешь, во-первых, кто может дать сдачи, а во-вторых, ты не знаешь, какого мнения о тебе потом этот человек будет. Даже посторонний человек, вот иногда, когда я это вижу, не я перехожу на ТЫ, не со мной на ТЫ, а вот когда я вижу односторонняя ТЫ у партнера, я сразу его меньше уважаю. Руководитель, с которым я обидел, я его сразу меньше уважаю. Значит, он точно не благороден. Может быть, у него есть достоинство, может, он ум хороший есть, даже добрый человек, но точно простолюдин, точно черный, а не благородный человек. Благородный не унижает другого просто так. Поэтому мой совет – постарайтесь избавиться от этой привычки одностороннего ТЫ.